Я не знаю, можно ли вам показывать такое, ведь это может убить кучу времени, как например мои выходные. Но все же, давайте чуток расслабимся и поностальгируем вместе. Обещаю, вам понравится. Приветствую моих подписчиков и зрителей данного видео. Сегодня мы поговорим об игре Cossacks Back to War, или же Казаки Снова Война. Это одна из самых увлекательных и интересных стратегий за всю мою жизнь, которая увлекает не за счет графики, а за счет атмосферы. Ни много ни мало, 16 лет прошло с момента выхода данной игры. Да-да, далекий 2002 год. За один год до появления Need for Speed Underground, за 4 года до появления GTA San Andreas и многих других бестселлеров. Простое и понятное меню, атмосферное музыкальное сопровождение, возможность самому создавать даже локации для игры. Все это есть. А самое интересное, что эта игра пошла без проблем и на Windows 10. Собственно, установочный файл я оставлю в описании под видео, надеюсь, кому-то обязательно пригодится. Играя в Казаки, я полностью потерял отчет времени в своей голове. И так получилось, что 17 февраля в субботу я весь день практически играл. То сам, то в команде с женой против ботов. И знаете, уже после нескольких боев я вспомнил все то, что знал еще лет 14 назад, когда впервые сел за эту игру. Здесь настолько интересная борьба за ресурсы, постоянное отражение атак искусственного интеллекта, блин. Такое ощущение, что их первой задачей как раз и является направлять маленькие группки воинов, чтобы дестабилизировать ситуацию противника. Тут блин не успел построить пару зданий и уже враг у ворот. Но все приходит с опытом. И теперь первым делом ты тоже строишь казарму, конюшню и пару десятков воинов. И дела идут вверх. Я не знаю. Такого удовольствия как от казаков я не получал давно. Каждый из вас, я уверен, также играет во всяческие игры. Заморачивается над прохождением или улучшением своих способностей в мультиплееры. Да, все это круто. Я и сам играл не в одну сотню игрушек, как на компе, так и на смартфоне. Но казаки дают что-то другое. Что-то особенное. Здесь можно выбирать из перечня наций. Выставлять рельеф карты. Можно даже поиграть с расположением на островах. То есть без корабликов-то не обойтись. А стоят они немало. Сам процесс развития здесь довольно ресурсоемкий. И чтобы добывать кучу золота, к примеру, нужно улучшать шахты путем увеличения максимального количества работников, находящихся в ней. А апгрейды эти стоят также немало. И так со всеми ресурсами. И ладно, если тебе дают просто полчаса на развитие, а потом нападают. Так нет же. Даже легкий бот в этой игре уже спустя 3-4 минуты пошлет на тебя свое небольшое войско, чтобы захватить твои поля, шахты и немножко деморализировать тебя. Поэтому приходится учиться выживать. И это очень здорово. Это очень увлекает в процесс. Как вы уже заметили, в данной катке я постоянно улучшал своих бойцов на лошадях. И действительно, эта стратегия мне максимально подошла. Потому что войска быстрые и достаточно сильные. И если построить 2-3 конюшни, то можно собрать неплохое такое войско и получить огромные шансы на победу. На самом деле, стратегий тут куча. Главное понять, какая из них именно ваша. Кстати, не забывайте, что инсталяху я залил в облако и ссылочку оставил в описании. Так что можете смело ставить игрушку себе и наслаждаться. Очень увлекает сам процесс создания и развития своей базы. Что в данном моем бою не получилось. Так как враг сам нарвался. И я решил закончить игру техническим нокаутом. Кстати, послебоевая статистика также довольно интересна. Можно смотреть, кто чего исследовал, сколько в баллах развития получил и так далее. Надеюсь, это видео хоть немного заставило вас поностальгировать. И вы вспомнили те прекрасные времена. Друзья, я старался. И если есть какие-то вопросы по поводу установки, пишите. Ну а я пойду замочу еще парочку ботов. Уж больно это круто.